Но когда Путин подтягивает его к себе в Кремль и сажает напротив себя в своем кабинете, Кадыров сразу же, у него вот как у этого пса, у него просто хвоста нет, чтобы вилять, но зато взгляд выдает, когда вот этот, знаете, я даже не смогу сымитировать этот взгляд, у меня просто не работает агримаса. Вот эта вот центральная часть лба, она вот так полностью поднимается, и вот такой вот вид. Думаешь ли ты, что Караа готовит своих детей править независимой Ичкерией в будущем? Это только сейчас он при Путине создает образ преданности, чтобы нарастить жирок. Как ты считаешь? Второй вопрос. Видел ли ты, как русские солдаты в Калининграде присягают Ичкерию? Что ты думаешь? По поводу первого вопроса, я думаю, что это полный бред. Как можно готовить к свободе человека, приучая его к рабству, прививая ему вот это раболепие, показывая ему, как нужно правильно лизать, как нужно правильно присмыкаться, как вот делать это более качественно, чтобы твоему хозяину это нравилось. Как ты можешь таким образом прививать своим детям свободу, готовить их к тому, чтобы править независимым народом? Нет, конечно. Вот я помню, что мне с детства прививалась эта свобода. С детства нас вот этому учили. И раньше вообще это не было какой-то программой такой, где в школах или для родителей специальные какие-то кружки, где их учили, как правильно воспитывать своих детей, чтобы они были свободолюбивыми. Такого не было. Каждый человек, он по умолчанию является свободным. Каждый человек по умолчанию стремится к этой свободе. Нет людей, которые бы стремились бы к рабству по умолчанию. То есть фитра такова, фитра это естество человека. Естество оно таково, человек хочет свободы. А те люди, которые хотят и любят рабство, это патология. То есть это какое-то исключение их меньше. Вот как бывает мутация, в основном дети рождаются здоровыми, нормальными. Но при этом есть какой-то процент мутации, когда рождаются уроды, рождаются с какими-то отклонениями дети, с очень серьезными. Но это маленький процент. Вот так же и люди, любящие рабство, это тоже маленький процент, это патология. А большинство людей, они ненавидят рабство. Даже если они в нем пребывают, они его ненавидят и стремятся из него выйти. Поэтому родители, они по умолчанию своих детей учат к свободолюбию. А в чеченском обществе это особенно как бы на таком особенном положении находится вот это вот понятие свободы. Потому что у нас даже вот это приветствие, прощание, где в основном во всем мире приветствуют добром и прощаются добром, у нас приветствуют свободой и прощаются свободой. То есть это вот на каком-то таком уровне, понимаете, сакральном таком. Это свобода. Она как-то вот в народе, это никогда этому никого не учили, но это вот было. И это было вот умолчание. А то, что делает Кадыров, он не учит своих детей со свободы. Он сам находится таким песиком на привязи, человеком, который, как бывает, вот пес. Вы видели, такой грозный бывает пес, большой такой, здоровый, овчарка, допустим, какая-нибудь кавказская. Она у тебя во дворе, она такая грозная. И когда приходит кто-то к тебе, гость, он лает, она пугает его. И из-за ее внушительного вида, огромного, ее пугаются. Но когда к ней приходит хозяин с такой железной такой миской, набросав туда остатки своего супа, то, что он там поел, жижик-галнаш, и это все вместе перемешав и насыпав туда еще куски хлеба, вот эту вот похлебку он когда приносит к этому псу, такому здоровому, огромному, грозному, этот пес начинает вилять своим хвостом, становится такой маленькой, добренькой собачкой. И присмыкаясь перед своим хозяином, который приносит ему эту еду, он начинает послушно скулить и потом кушает. Понимаете? Вот Кадыров, он примерно в такой же роли. Он такой грозный, не сам по себе грозный, а вот вся та сила, которая за ним сегодня находится, в его руках она сегодня, эта сила, да, всякая там отряда каких-то, Росгвардии, полки, какие-то батальоны, МВД, всякие РОВД, огневые взводы и прочее, их же много, это огромное количество оружия, это сила. И благодаря этой силе он выглядит вот таким грозным, и он может сегодня напугать нас, обычных людей. Но когда Путин подтягивает его к себе в Кремль, и сажает напротив себя в своем кабинете, Кадыров сразу же, у него вот как у этого пса, у него просто хвоста нет, чтобы вилять, но зато взгляд выдает, когда вот этот, знаете, я даже не смогу это сымитировать, этот взгляд у меня просто не работает, а гримаса. Вот эта вот центральная часть лба, она вот так полностью поднимается, и вот такой вот вид, понимаете, вот рабский вот этот вид, когда ты полностью такой с таким, с демонстрацией полного подчинения перед своим хозяином, когда перед ним сидишь, собрав ножки так, поставив друг рядом с другом, плечи вот так вот в себя собрав, собрав, чтобы ни в коем случае не было виду такого свободного, такой свободной посадки, чтобы ты не чувствовал, чтобы твой хозяин не подумал, что ты перед ним чувствуешь себя как-то вальяжно, что ты расслаблен. И вот ты сидишь, ножки собрал, плечи в себя так вот прижал, руки в локтях тоже прижал к своему корпусу тела, и вот так вот центральную часть своего лба вот так потянул. Похоже. Вот. Так, а что там было второе? Второй вопрос. Видел ли ты, как русские солдаты в Калининграде присягают Ичкерии? Что ты думаешь? Ну, я не могу сказать, что это была присяга Ичкерии. Я так понял, это, ну, такой типа прикол, что ли, этих сослуживцев. Я это видел. Я это видел, ну, что можно сказать? Как бы там ни было, тема жива, и она вот в таких вот моментах, она все равно где-то выявляется. Тумсо, почему ты сказал, что в Чечне запрещают выходить на балкон? Это же явная ложь, описал Андрей Нечаев. Андрей Нечаев, еще раз повторяю для тебя, значит, это не ложь, я ничего от себя не придумал, и вообще не имею такой привычки ничего от себя придумывать. Это был ролик, который был запощен на инстаграм-аккаунте ЧП Грозный. Это такой, ну, я не знаю, можно ли его назвать, такой прокадыровский, скорее, инстаграм-аккаунт. Он обычно постит всевозможные такие прокадыровские вещи. И вот они запостили ролик, я его продемонстрирую тебе, тебе и всем зрителям. Эй, это полицейская машина, это УАЗ-Патриот, с мигалками, с обозначениями. Он едет по двору и в громкоговоритель, он говорит, Эй, люди, не стойте на балконе с детьми, заходите домой. И это выложено было у них, на их инстаграм-аккаунте. Я это у себя запостил в телеграме, ой, тут, у себя в сторисе, в инсте. И, соответственно, написал, что теперь на балкон нельзя выходить в Чечне в карантин. Так что я от себя ничего не придумывал. Они говорят, не стоять на балконе с детьми. А ты говорил, что в Чечне вообще нельзя стоять на балконе. Чувствуешь разницу между одним случаем, когда сотрудник полиции попросил не стоять на балконе, а в Чечне людям запрещают выходить на балкон и загоняют их в квартиры. Нет, я не чувствую никакой разницы. Ты понимаешь, что ты разговариваешь не с идиотами, ты же говоришь с нормальными людьми. Как это понять, не стоять с детьми на балконе, а просто стоять можно? Подожди, это что значит? А тогда, получается, в Чечне запрещают стоять на балконе с детьми? А на каком основании с детьми там нельзя стоять? А с кошкой можно там стоять? А одному на балконе можно стоять? Что за детские какие-то отмазки? Вы вообще понимаете, что вы говорите с людьми анализирующими, нормально мыслящими? Я не Кадыров, я не Даудов, у меня есть мозг, и он работает. Со мной вот эта вот тема не пройдет. Вы что, с детьми не стоять, а так стоять? И да и не говорит он там так. Я еще раз могу дать это прослушать. Давайте еще раз послушаем, как именно он говорит. Слушаем. Заходите, эй, люди, не стойте на балконе. Про детей он еще ни слова не сказал. Теперь слушаем дальше. Зайдите, говорит, со своими детьми с балкона. Он не говорит, не стойте на балконе с детьми. Он говорит, эй, люди, не стойте на балконе. А потом он говорит, зайдите вместе со своими детьми. Так что это дешевая отмазка не прошла. Субтитры подогнал «Симон»